30 сентября 2012 года жители подмосковной деревни Дубровки, что в Солнечногорском районе, собрались на сход, чтобы подписать открытое письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. 10 мая 2012 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Этот проект затрагивает интересы жителей сразу шести деревень Солнечногорского района, которые убеждены, данное решение принято для того, чтобы выжить их с дорогой подмосковной земли. Ведь именно здесь, рядом, пройдет платная трасса Москва-Санкт-Петербург. Бандитская схема для кремлевского бизнеса дороже интересов собственных граждан. Последние возмутились и собрали сход. Уже не в первый раз. Жители деревни Дубровки протестуют. Тем не менее, строителям приказали, а они люди подневольные и принялись вырубать лес. Значит, этот лес был срублен во время войны для обороны города Москвы. Сегодня вот я лично со своим отцом производил посадку этого леса, который сейчас за нами. И он вырос. Вот видите, какие большие. Сейчас пришли второй раз. Как их назвать? Которые уничтожают эту зону, которую. Это что, вторая оборона Москвы начинается? Владимир Владимирович сказал же, умрем под Москвой. Ну, так, наверное. Мы умрем. Вот это вы хотели, чтобы умерли. Там-то немцы уже были. Вот там, в Овраге, в Паршине, с той стороны, который лес вырубает. Там танкетка лежит еще, немецкая. Так кого ждать сейчас нам? Вот этот лес мы сами сажали. Я еще, мне пять лет было, я бегал, сосенки сажал. Дед копал, а я сажал сосенки эти. А теперь его уничтожают? Теперь уничтожают. Почему его уничтожают? Хотят полосу здесь строить или бандитский захват. Полосу от аэропорта Шереметьево, да? Хотя они отказываются пока еще. Ничего вроде пока нет. Не давали ни разрешения. Но на самом деле уже началась вырубка леса. Мы, в общем-то, обращались уже. И губернатор обращались, и враг районным властям. Вот. Но ответ всюду такой, что это федеральная программа. Как бы мы тут ни при чем. Вот. Ну, как? Ни при чем это не... Мы... Для нас это очень неубедительно звучит, потому что мы, жители все Подмосковья, платим налоги. Мы здесь прописаны, живем, да? Но здесь наша собственность. И так оказывается, что тут федералы могут сделать все, что хочешь. А у федералов то спутник упадет, то пароход утонет. Где тут? Как тут с ними разбираться? В связи с тем, что Москва будет расширяться и будет в два раза увеличиваться территория на юго, необходимо нормально выбрать место и построить там хороший аэропорт, который нужен будет всей Москве, всей новой территории. А здесь это просто закапывание денег. Видите, позади меня куча мусора. Это свалка, которую нельзя вскрывать. Тем не менее, строители собираются это сделать. По ней будет проходить взлетно-посадочная полоса. Люди многие, взвинченные до крайности. Но представьте себе, что у вас единственное жилье. У вас там хозяйство, садики, огородики, животные. Дети и внуки там живут у вас. Понимаете, ходят в школу, все устроено. Вся, так сказать, ну все у вас жизнь устроена. И тут приходят к вам и говорят, вы здесь жить не будете. Ну, представьте себе, и держат, не дают информацию, да, постепенно как бы замыливают вашу реакцию. На это присылают постоянно людей без документов, там, оценить якобы или что-то еще. Ну, в общем, это действует, конечно, людям на нервы. И как они себя поведут, сказать сложно. То есть это могут быть совершенно разные проявления. Во всяком случае, я могу завершить свое начало про отношение людей к власти в результате этого. Да, то есть о каком вообще доверии может идти речь? Лично я обращался по прямому каналу к Владимиру Владимировичу. Никакого ответа я не получил. Вот если вы в 70-м году архивы появляете, там все объяснение полностью. То есть был анализ, проверялись эти земли. Земли здесь нельзя делать, потому что обводы источники. Вот я по старым делам. Дальше оборона. И самое основное, это была зеленая зона. Ни одно дерево не разрешалось без согласования даже рубки. Вот это вот, извините за выражение, это вот преступность. Самые рыночные отношения, которые грабят. И вот правильно, товарищ сказал, предыдущий, ну дает недовольство вот все население. У нас богатое государство почему-то теперь принадлежит кучке олигархов, которые распоряжаются и землей, и недрами земли, и реками. Хотим засыпаем, хотим копаем, хотим продаем, хотим отдаем, не спрашивай никого. У вас никто ничего не спрашивает? Нас никто не спрашивает, только мы и собираем. К нам только приходят и говорят, мы вас снесем. Вот наша деревня, ей 500 лет. И это же история. Ну, и все говорят, вот я хочу сказать, в интересах государства. А мы что, не государства, не в интересах людей мы живем. Самое главное, что наполеоновские войска, это еще историю никто не знает. Вот они сейчас дорожку делают, засыпают клязьму, вы понимаете, природу нарушает. Вот паршин, а уже 30 метров вода исчезла, уходит. Вы понимаете, природу нельзя ее обижать и, как говорится, мучить. И самое главное, захоронение французских солдат и наших. Вот там поле, мышинское, все здесь это, вы понимаете, историю даже исторические. В этом месте проходит нефтепровод. Но даже он не смутил Медведева, подписавшего распоряжение о строительстве здесь третий взлетно-посадочной полосы. Что это? Глупость? Цинизм? А может, безответственность? Шереметьево загружено на 20%. А вообще, если дальше пойти, вот товарищ говорил, в Шереметьево в 80-м году вообще рассматривалось, что использовать только для малой авиации. Все это понятно, все это понятно. Вы понимаете прекрасно, что на вас просто плюют, да, на ваше мнение. Что будете делать дальше? Ваши дальнейшие действия? Будем судиться до Страсбурга, потому что сейчас в наше время суды, к сожалению, у нас тоже коррумпированы. У меня был случай, я 4 года с фарафлотом судился, я победил. Я писал заявление в Страсбурге и все прочее. Поэтому наши интересы будем защищать всеми доступными законными способами вплоть до Страсбурга. Исток реки Клязьма. По плану ее собираются спрямить и заключить в коллектор, который будет идти до самой деревни. На самом деле этого делать категорически нельзя, по любому закону. На этом месте, по проекту, который был представлен, предполагается сделать антиреагенную обработку самолетов. Против объединительной. Это кощунство. И все это пойдет в реку. Для москвичей будут пить эту воду? Да, для москвичей будет хороший, прекрасный подарок. Меньше воздуха и больше грязной воды. Обращение председателю правительства Российской Федерации Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, сообщаем, что в настоящее время в Солнечногорском районе началась вырубка водоохранных лесов в водосборном бассейне реки Клязьмы, во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения города Москвы. Вырубка ведется в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 10 мая 2012 года номер 762-Р. Данным распоряжением земли лесного фонда Клинского лесничества площадью 311 гектаров переведены в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и так далее для строительства новой взлетно-посадочной полосы номер 3. При реализации данного проекта будет нарушено санитарное законодательство. Требуем отменить распоряжение правительства Российской Федерации от 10 мая 2012 года номер 762-Р и тем самым остановить реализацию незаконного проекта, который нарушает федеральный закон Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан. Если долго и упорно нарушать исторические законы, если долго и упорно плевать на народ, если долго и упорно алчность умножать на беззаконие, в итоге всегда получается народный русский бунт. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, Подмосковье.